В Алматинской области начались работы по восстановлению Козелагашской плотины. Весной 2010 года из-за ее прорыва был буквально стер с земли целый населенный пункт. Погибли 45 человек, 15 из них это дети. Тогда вся страна приняла участие в устранении последствий бедствия, а спустя 7 лет начались работы по строительству нового гидросооружения. Гульнар Жантасов расскажет, чем будет отличаться новая плотина от старой. Стоимость проекта по восстановлению Козелагашской плотины более 5,5 миллиардов тенге. Высота гидросооружения будет 55 метров, протяженность 310 метров, толщина стен более 2 метров, ну а проезжая часть поверху плотины составит 8 метров. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция водосбросного тоннеля и канала катастрофического сброса. Воду планируем где-то в декабре, в начале декабря запустить в тоннель воду. Катастрофический тоже завершаем к началу декабря. Эксплуатационные дома завершаются в этом году. И основной объем выпадает на каменные работы, буро-озрывные работы. Основание прежней плотины было грунтовым. Новое будет установлено на железобетонном монолите. Это увеличит прочность гидросооружения и уменьшит фильтрацию воды. Местимость гидросооружения более 42 миллионов кубометров воды. Зона затопления предусматривает 337 гектаров площади. К весне будет завершено и возведение водораспределительного узла. Он будет орошать более 7 тысяч гектаров пашни. Пропускная способность водораспределительного узла – 200-300 кубометров воды в секунду. Работы начали в сентябре. Здесь занято 50 человек. Работа идет без перебоев. Думаю, в сроки уложимся. В Казлагарском сельском округе насчитывается 163 крестьянских хозяйства. 50% из них занимаются земледелием. Восстановление плотины даст возможность увеличить пассивы под сельхозкультурой, утверждает местное руководство. Если будет вода, то люди, конечно, социальные условиями намного улучшатся. Будет очень много рабочих мест. Вместе с возведением плотины в скором времени будет разрешен вопрос и по строительству ирригационных сетей. Тогда только в Казлагарском сельском округе площадь орошаемых земель будет составлять почти 5,5 тысяч гектаров. Это даст возможность возродить свекловодство в Аксузском районе, поскольку вопрос переработки культуры уже решен. В этом году восстановлен Аксузский сахарный завод. Гульнар Жантасова, Олжас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область.